Привет-привет! Рада вас видеть на моем канале. Меня зовут Лилия. И сегодня я покажу вам обзор пустых баночек за сентябрь месяц. Месяц прилетел очень быстро, но баночек на самом деле очень-очень мало в этот раз, потому что в прошлый раз было много. Получилось всего 27 баночек. По ценам текущего каталога это 15 571 рубль, а со скидкой 20% по ценам для консультантов 12 457 рублей, 296 баллов. Ну, конечно, если бы считать так, то, что мы брали, например, со скидкой по тем каталогам, то, скорее всего, выйдет еще чуть-чуть подешевле. Ну, я не записываю цены. Итак, рассказываю, что мы съели, выпили и вымазали за это время. Ну, первое, это коктейль Wellness ванильный. Кстати, их всего три вкуса. Шоколад, клубника, ваниль. Вот ванильный мой любимый. Шоколад для меня быстро надоедает клубничный, ну, чуть-чуть получше, а ванильный вообще никогда не надоедает. Он, кстати, очень классный. А сейчас я пью, вернее, мы пьем клубничный. Но соскучилась по нему, кстати, очень даже прям супер, когда вот вкусы переключаешь с одного на другой. Очень нравится. А у меня был какой-то период, что я коктейль меньше пила. Ну, не знаю, может быть, просто вот как-то поднадоедает одно и то же делать. А сейчас я опять поставила себе цель отрастить волосы и начала делать, пить коктейль, потому что волосы нужно накормить. Начала пить внутрикомплекс. Вот, кстати, первую пачку тоже пропила. Еще две пачки я себе купила, три упаковки, потому что рекомендуется именно три-четыре упаковки на курс. И вот раз в полгода я пропиваю такой курс. Здесь нужно две витаминки в день выпивать. Так, рассказала вам. И вместе вот в комплексе еще, кстати, волоспек тоже пью. Не успела закончить. А, успела. Вот моя коробочка. Миша не успел. У меня как раз кончились прямо сегодня. И, кстати, вообще кончились. Нет витаминов. Ждем, когда они появятся на складе. Но у меня есть баночки по отдельности, поэтому я буду собирать витаминки, омегу и астексантин из разных баночек. Так вот, именно рекомендую для того, чтобы был более такой устойчивый, заметный результат, пить внутрикомплекс вместе с волоспеком. Потому что внутрикомплекс, он прям конкретно воздействует на ногти и волосы, укрепляет их, усиливает рост. Волосы, конечно, меняются очень сильно. Они меньше выпадают. Они лучше растут, новые растут. И они становятся такие блестящие и живые. Мне очень нравится. Вот. Я пью все вместе, потому что я хочу хороший результат. И когда я в прошлый раз еще ставила себе цель отрастить волосы, я активно пила коктейль Wellness. И это реально повлияло на то, что волосы заметно быстро росли. Это видно вот по корням, когда волосы окрашены. Они отрастают. И это видно, вот эта вот разница. Она может быть сантиметр, а может быть и два. И даже чуть больше. Когда два сантиметра, это очень быстрый рост. Кстати, краска для волос моя любимая. Вот она у меня сейчас на мне как раз. Ну, давно уже красилась. Но мне нравится то, что даже когда волосы вот отрастают, нет такой яркой разницы, как было, когда я красилась темный цвет. У меня была краска 3.0. Темно-коричневый, по-моему, цвет. Он на мне смотрелся прям черным. И стоило чуть-чуть отрасти волосам. То есть буквально уже в течение недели прям явно было видно, что корни отросли. И это выглядело очень неопрятно. Поэтому я ушла от темного цвета к светлому. И вот эта краска мне нравится. Что в ней еще классного? То, что в состав входит омега-3 и масло льна. То есть волосы напитываются, увлажняются. И они становятся прям классные. Такие блестящие и красивые. Вот такая красочка. Прям ее очень люблю. Кстати, сегодня общалась с клиенткой, которая взяла такую краску. Только у нее другой оттенок. Какой-то жемчужный блонд, по-моему. Я говорю, ну как вам краска? Она говорит, мне очень понравилась. Просто отличная краска. Просто очень отличная. Я говорю, будете еще обраться? Она говорит, да. То есть, ну, понравилась, значит, классно. Так, что еще здесь? Гель для душа. Кстати, два геля закончились. Одновременно. Почему два? Я всегда объясняю, что у нас открыто их много. Но я сейчас стараюсь выставлять прям один-два. Чтобы вот они быстрее заканчивались. И не стояло сразу 5-6 штук открытыми. Вот. И выставляю на краешек ванны. Вот прям буквально какие-то два. Давайте расскажу вот про этот. Первый это... Как же он правильно называется? Забыло его название. Ну, хорошо. Гель для душа. Он был в коллекции. Входил гель, масло массажное и спрей. Спрей для белья, для тела. То есть, можно использовать такой вот легкий, ароматный. Вы знаете, аромат очень приятный. Вот нежный-нежный. Если вы любите нежный аромат, то вам он подойдет. Но он абсолютно не яркий. То есть, если вы хотите вот от приема душа какое-то впечатление, например, вот если сравнивать с серией Feel Good Be Happy, это красный цитрус, то он создает настроение просто улетное. Потому что это просто позитивный, яркий аромат. Просто нюхая его, невозможно остаться равнодушной. Ну да. Он просто, он сразу вдохновляет. Кстати, выйдет скоро такой же аромат. Я хочу себе взять. Он просто сразу бодрит, вдохновляет. Вот все. А этот вот, ну, он какой-то вот для меня, как сказать, ну, нейтральный абсолютно. Ну, нежненький, но вкусный. По качеству гель хороший. В Oriflame мне все гели нравятся. У меня нет такого, чтобы я сказала, этот гель плохой, этот хороший. Я только идентифицирую по запаху, какое настроение создает этот гель. Поэтому вот такой я уже не повторю. Только если мне его в подарок пришлют, ну, тогда ладно. А вот такой я буду повторять всегда, постоянно. Я беру то с апельсином, то сливовый, то лавандовый. Лавандовый, кстати, очень круто расслабляет. Я когда вот использую лавандовый, это только на ночь. Потому что с утра мне не нужно расслабление. Потому что с утра мне нужно вот этот заряд такой энергии. Вот, рассказала вам про свои впечатления. Вот, кстати, очень вкусный гель для умывания. То есть он для лица с апельсином и с абрикосом. Сами уже понимаете, что аромат у него настолько классный. Просто я даже вот его вспоминаю, у меня уже слюни текут. По поводу качества. Ай, нанюхаться невозможно. По поводу качества вообще никаких нареканий. Просто вот он хорошо очищает. У меня после него нет ощущения стянутой кожи. Хотя моя кожа комбинированная в той зоне, а на щеках она нормальная. И ее нельзя пересушивать, иначе появится такая вот шелуха. Поэтому у меня от него впечатление суперское. Я его могу просто всем рекомендовать. Потому что и очистит хорошо, и не пересушит. И при этом не жирнит. То есть, ну вот мне в нем все понравилось. Абсолютно все. Поэтому я его рекомендую. А уж про запах, то тут можно просто вот наслаждаться и наслаждаться. Раз уж говорим про лицо, то вот еще маска два в одном. Скраб-маска. В состав входит чайное дерево и лайм. Вкусно пахнет. Да, такой природный, немного рисковатый. Такой зеленый аромат. Но вот по поводу использования. Конечно, я торопышка, и я люблю все делать быстро. И для меня вот этот вот скраб просто очень привлекательный. Но так как уже возраст все-таки. И чем старше мы становимся, тем нам рекомендуют более мягкие делать очищения. Пилинги мягкие, масочки. Поэтому я сначала все скрабировала, а потом так думаю, стоп, дай-ка я сделаю как маска. И вот я нанесла как маска. И знаете, что я вам хочу сказать? Все-таки эффект от маски круче, чем если применять как скраб. Вот разница все-таки очень значительная. То есть я прям заметила, насколько у меня хорошо очистились поры. Они прям сузились. Когда я делаю как скраб, то нет. Ну просто ощущение чистоты. Вот такой прям драйв, та кожа прям скрипит. А вот именно когда сделаешь как маску, то и осветление более заметное. То есть кожа выравнивается, очищаются поры, сужаются поры. Поэтому можно и так, и так. Но маска очень крутая. Мы ее даже всегда разрезаем. Используем до последней капли. И сразу достаем новый флакончик. Потому что и Миша, и Лера, мы все пользуемся этой маской с огромным удовольствием. И вот еще для лица одно средство. Я заметила, мне ее хватает на полтора где-то месяца. Потому что через месяц я показываю в пустых баночках эту баночку. Что это такое? Это средство для снятия водостойкой косметики с глаз. Ну снимает любую косметику. Я вот водостойкой не пользуюсь. Но именно это средство единственное из всех наших Арифлем. Я не хочу сказать, что они плохие. Кто-то мицеллярку нашу обожает. Кто-то любит точно вот в таком же флаконе розовая только жидкость внутри. Тоже снимает. У меня ничего не снимает макияж. Ни одно средство. Абсолютно до чиста. Единственное, только вот эта двухфазная жидкость. Она когда полная, очень красивая. То есть напополам разделенный флакончик. Вы ее увидите в каталонии. Что многим не нравится. Она жирная. То есть ее прям когда наносишь, то остается жирность какая-то. Но если говорить про меня, то для меня это круто. Наоборот, я чувствую, что у меня уже на этапе очищения у меня кожа увлажняется. И мне нравится то, что даже попадая в глаза, не доставляет мне никакого дискомфорта. Я недавно, ну просто для сравнения, мицеллярной водой стала снимать макияж. Ну просто, чтобы иногда вспомнить, насколько это классное для меня средство. Во-первых, попало в глаза. Мне было некомфортно быстрее промывать. У меня не стерся до конца макияж. Потому что я делаю макияж плотный. У меня база сначала. Потом много сухих теней. Два-три оттенка. Я часто рисую стрелки. У меня густая тушь, потому что реснички свои такие, ну у меня хлебенькие. Поэтому мне три слоя туши надо. Минимум два. Бывает так, что мне и два хватает, нравится. А в основном обычно три слоя. И это средство стирает начисто. Просто чистенькая, чистенькая, мягенькая кожа. Попробуйте. Может быть, вам тоже понравится. Я не говорю, что это прям вот всем нравится или не нравится. Но мне очень нравится. Кстати, моя дочка его вообще не любит. Три крема для рук. Вы будете смеяться. Они все вскрытые. Все взрезаны. И это, и это. Смотрите, почему сразу три. Вот это крем-маска SPA. Серии SPA. Самый дорогой, кстати, из всех моих кремов. Он у меня лежит в косметичке возле кровати. То есть я им пользуюсь на ночь. Потому что оно очень густое, жирненькое. И вот как раз ночью, когда я сплю, я им пользуюсь, чтобы максимально напитать кожу. Смотрите, вот это средство. Крем развалился совсем. Так, это у нас где-то написано на русском. То ли это защитный. Я их путаю все время с маслом Макадамии. Очень хороший, питательный крем. Такой жирненький, густой. Он у меня на кухне. Потому что я когда много готовлю контакт с водой, я тоже жирненьким кремником этим пользуюсь. То есть нанесла Миши на руки. Он просто оплевался. Он сказал, фу, какая гадость. Он мне не впитывается. Он липкий. Я не знаю, у меня настолько все впитывается круто. Я его наношу много. То есть после готовки я его наношу очень много. Мне нравится. И мне нравится его аромат. А вот этот легенький, он у меня стоит всегда на рабочем столе возле компьютера. Какой-то легкий. Сейчас у меня стоит алоэ такой же, в такой же упаковке. Так вот, легкий. То есть я чувствую, как бы сухость какая-то легкая. Я раз намазала. И он тут же впитался. Если я, например, пишу, работаю на клавиатуре, в телефоне. Он быстро впитывается. И он не достает никакого дискомфорта. А увлажнение дает достаточно, чтобы хватило. И чудесные все ароматы. Вот все крема для рук вот в таких тюбиках по 75 мл. Мне так все вкусно пахнут. Я люблю и с авокадо, и с арникой, и вот какой-то с кокосом вообще. Я просто обожаю с кокосом. Тоже нравится. Вот. Столько у меня кремов. Так, дочка сдала и один мой. Это гелия для ухода за ресницами и бровями. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот такая уже грязная щетка. Это мой, наверное, для бровей уже использовала. То есть сначала это идеально прозрачный, красивый гель. И когда им каждый день красишь чистые ресницы, то получается эффект какой? Они укрепляются, они становятся толще, они темнеют, они растут, и они такие пушистые и большие. И это заметно при регулярном использовании. Буквально две недели пользуешься, и уже видишь обалденный результат. Вот. И когда он у меня чуть-чуть, вот я, например, крашу, крашу, крашу реснички. Кстати, очень нравится потушь тоже использовать. И когда я вижу, что он чуть-чуть уже сереет, ну буквально месяц, я его отдаю бровям, а новый достаю ресницам. Ну, а бровях он быстро пачкается, потому что я сначала крашу брови тенями, а потом сверху гелем. И он, соответственно, чуть-чуть теней собирает, но зато он укладывает их, придает форму и фиксирует. Вот. У нас закончили, сейчас просто уже достали новенькие, пользуемся. Я сделала еще некий такой, как сказать, некую чистку. Перебрала старые помады. Даже я их не показывала в обзоре, просто у меня еще есть одна косметичка, где там вот все такое лежит для обзоров. И я уже поняла, что, например, этих продуктов нет, и надо их просто выкинуть. Они уже по сроку годности прошли. Помада. Кто помнит такую светлую помаду 3 в 1? Какой был классный цвет просто. Я не помню, как называется, но она была самая светленькая. Это первая серия, когда у нас вышли вот эти помады 3 в 1. Далее. Был такой блеск, но он просто синюшный. Он вроде бы такой красивый, но у него эффект прям вот отлив хамелеонистый такой синий. И получается как будто синюшные губы. Фу, мне не нравится. И дочка. Я его дочке покупала, она не пользовалась. Одна помада старенькая энергоблеска, по-моему, клевер. Она мне, ну просто не шла. Я почему-то не очень люблю клевер, мне кажется, это очень хорошо как-то брюнеткам больше подходит. Не знаю. Ну, не знаю. Мне она никогда не шла, поэтому вот она лежала все время целая. Закончился у меня пробничек крема для глаз. Я брала себе целую упаковку новой серии. Novage Skinner Jazz. Очень понравилась. Хоть и для молодой кожи, но такое хорошее уважнение легкое дает. И я сейчас пользуюсь как раз сывороткой и крем дневной у меня из этой серии. Ну, это просто восторг. Вот настолько сияние кожи, красивое. Такое легкое уважнение. Девчонки, с 18 лет можно использовать. Так что заказывайте смело. Будет у вас сияющая, красивая кожа. А сейчас вы будете просто в убороке. Это дочка отдала. Вот все, кроме двух, по-моему, средств, это все отдала она. Пять лаков. Вот она у меня любит только вот такие пастельные оттенки. Смотрите, какие все. Вот все в одной гамме. От бежевых, розовые, сиреневые. Вот такие красивые цвета. Просто они уже у нее подсохли. Ее красятся уже невозможно. Пять лаков сразу. А я вот, наоборот, не очень люблю. Я если и светлые беру, то только золотистые. Вот мой любимый, может быть, замечали, холодное шампанское. Он такой золотой, красивый. Ой, солнышко вышло, меня прям слепит. И смотрите, это все две сушки. Вот они. Две сушки для лака. Они уже просто подсохли. Они даже не закончились, но из-за того, что вот не так часто использовались. Они просто подсохли. Но это лучшая сушка, которую я пробовала. Сейчас вышла новинка, я тоже взяла. Она не так круто сушит. Вот это моментально просто. Любой слой, толстый слой лака наношу. Два слоя сразу. И сверху эту сушку она моментально сушит. И у меня никогда нет вот такого, чтобы съехала. У меня, кстати, были запасы. Еще два или три флакона. Я вот это достала. И несмотря на то, что я купила новую, все равно вчера достала вот эту старенькую. Потому что мне она больше нравится. А здесь два средства. Укрепляющее покрытие и укрепляющее. Тоже два одинаковых. Одновременно кончились и у меня у дочки. Он такой с легким сиреневым оттенком. Если вы помните тоже из старой коллекции. Вот это единственное, что мне действительно помогает для укрепления ногтей. Я сейчас новинку взяла. Попробую, конечно. Может быть, тоже будет давать какой-то эффект. Но все равно у меня такие ногти. Они очень толстые. Очень толстые. И от контакта с водой они все равно расслаиваются и быстро ромаются. Все. Пустая сумка. Все вам показала, рассказала. Такой-то небольшой обзор. Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Если есть какие-то отклики. Хотите что-то рассказать о продуктах, которые я показывала. Может быть, они вам не нравятся. Или наоборот, очень нравятся. Поделитесь даже впечатлениями. Буду вам благодарна. Мне кажется, это всем интересно слушать и смотреть. Я вам всем желаю красоты, успехов. И найти свои любимые продукты в компании Reflame. А если у вас еще нет скидки от 20% и выше, и вы не участвуете в акциях от компании, то пишите мне. Я вам помогу оформить дисконт. Или заполните заявку. Она прямо под этим видео в описании. Всего доброго. Пока-пока. Пока-пока.